всем привет дорогие друзья в этом видео я выбрал лучшие авто товары из своих видео подборок и объединил их в одну так что сейчас вы увидите 50 лучших и самых полезных товаров для вашего автомобиля напоминаю что все ссылки на товары в описании под видео и не забудьте оценить видео лайком или дизлайком а также не стесняйтесь писать комментарии итак поехали автомобильный компрессор работает на двигателе постоянного тока он подключается к аккумулятору машины через гнездо прикуривателя после чего используется по назначению то есть накачивать колеса компрессор имеет систему защиты от короткого замыкания и перегрева что позволяет обеспечить безопасное использование полная накачка колеса занимает около 10 13 минут максимальное давление 250 фунтов на квадратный дюйм что равняется 17 физическим атмосферам длина трубки приблизительно 60 сантиметров провод питания почти 3 метра цифровой манометр аппарат включается простым нажатием на кнопку и выбирается один из четырех диапазонов измерений синяя подсветка освещает рабочую зону в условиях низкой освещенности так что вы можете легко найти что клапана после того как вы закончили аппарат автоматически отключается через 30 секунд чтобы сохранить жизнь батареи манометр имеет эргономичную форму которая дополнена мягкой нескользящей текстурой для обеспечения максимального комфорта и контроля иметь 4 диапазона измерения рабочая температура от минус 20 до плюс 50 градусов ну раз уж заговорили о шинах и давление то вот вам целая система контроля давления в шинах в реальном времени она позволяет непрерывно получать данные о состоянии колес когда вы находитесь в пути состоит из четырех датчиков устанавливаемые на каждое колесо и экрана находящегося салоне датчики снабжены независимым питанием которого хватает на пять лет а экран подключаться к автомобильному прикуривателю каждые пять секунд все датчики передают информацию о давлении и температуре шинах на экран поэтому сведения доступны практически в режиме реального времени если показатели достигли опасных величин устройство сообщит вам об этом звуком диапазон безопасного давления вы можете установить сами антирадар который заблаговременно обнаруживает излучение радара и предупреждает об этом водителя посредством аудио или визуальной сигнализации этот прибор сделан с учетом технологических особенностей работы российских радаров гибдд он принимает все виды радарных и лазерных сигналов а также сигналы из безопасности дорожных служб имеет два режима городской и скоростной высокий имеет экран в полтора дюйма и полный диапазон сканирования комплект входит автомобильное зарядное устройство и коврик поддерживает английский и русский язык имеет защиту от обнаружения вид g2 а также голосовое сопровождение парктроник состоящий из четырех сенсорных датчиков камеры и дисплеев монтированного зеркала заднего вида парковочный радар представляет собой ультразвуковую систему измерения расстояния до препятствия при движении задним ходом система позволяет контролировать зону позади автомобиля при обнаружении препятствий система подает звуковые сигналы и выводит соответствующую индикацию на дисплей камера заднего вида и система парковки включается автоматически при включении задней передачи на монитор передается изображение с камеры заднего вида и выводится расстояние от автомобиля до препятствия специальный дизайн дисплея помогает четко определить расстояние до препятствия при движении вперед камера автоматически переходит спящий режим и система парковки выключается датчики есть черного белого красного серого и серебристого цвета Инвертор. Предназначен для преобразования электричества из постоянного 12 вольт в переменное напряжение 220 вольт. Инвертор позволяет подключать нагрузку до 500 ватт. Например, видеокамеру, телефон, ноутбук, различную аудио-видеотехнику, электробритву, электроинструмент, ну в общем различные электроприборы. В задней части металлического корпуса есть вентилятор для охлаждения прибора и клеммы для подключения проводов. В комплект входят провода с зажимом длиной 40 см. Спереди расположены универсальная розетка, кнопка выкл-выкл и USB-выход. В верхней части устройства есть светной дисплей, на котором отображается выходное и входное напряжение, графический степень разряда аккумулятора и степень загрузки устройства. Также есть инверторы на 1000, 2000, 3000 и 4000 ватт. Быстросъемные клеммы. Они позволяют удобно и быстро снимать и одевать их, обеспечивая надежный контакт. Имеют защитные пластмассовые крышки разных цветов. Черная это минус и красная это плюс. Надежный контакт на аккумулятор на батарее обеспечивается защелкиванием крышки, которая стягивает клеммы. В сравнении с обычными клеммами, быстросъемные являются более удобными и безопасными. Для того, чтобы их снять, не нужны ключи, а значит, в случае необходимости их можно будет быстро отключить голыми руками. Пленка Carbon 5D. Это новый материал для оклейки как экстерьера, так и интерьера автомобиля. Так как поверхность пленки абсолютно гладкая, на ней меньше будет собираться и задерживаться пыль и грязь. Ее легче будет мыть и даже, возможно, полировка. За счет того, что на обычную пленку Carbon 3D была нанесена глянцевая защитная пленка, появилась глубина и объем, и вид пленки Carbon 5D стал очень похожим на вид натурального карбонового волокна. Пленка клеится путем равномерного нагревания феном для достижения максимальной фиксации и приклеивания ее к детали. Самостоятельная поклейка хоть и не сложная, но нужно знать некоторые нюансы. Поэтому сначала изучите, как это делать и перед поклейкой больших площадей желательно поэкспериментировать на мелких деталях. Пленка есть разных цветов и размеров. Автомобильный FM-трансмиттер. Это современное декодирующее устройство, позволяющее транслировать музыкальные файлы MP3 формата в радиоволну FM-диапазона. С помощью этого устройства любое автомобильное FM-радио приобретает функции полноценного MP3-плеера. Для этого достаточно вставить FM-трансмиттер в гнездо прикуривателя и подключить к нему USB-флешку или SD-карту, на которой содержатся музыкальные файлы. После этого необходимо настроить FM-трансмиттер и автомобильное радио на одну частоту. Особенностью FM-трансмиттера является то, что к нему помимо флеш-карты, через аудиовыход можно подключить любой источник звука, имеющий аудиовыход. В комплекте идет путь дистанционного управления. Кожаный органайзер на спинку сиденья в машину. Он очень просто крепится к сиденью. В нем множество карманов и отделов, среди которых есть специальные карманы для телефонов и планшета. Также есть отдел под салфетки, место для крепления зонтика и два подстаканника. Но самое классное это откидная полка, на которую уже можно поставить все что угодно, лишь бы оно вместилось. Есть два цвета, коричневый и черный. Универсальные светодиодные стрелки поворотников, боковые зеркла заднего вида, которые подходят для автомобиля, мотоцикла и даже мотороллера. Устанавливается относительно легко. Чтобы установить стрелки поворотников зеркала, нужно открутить, точнее снять зеркало и просто приклеить светодиодную стрелку под зеркало. А провод питания подсоединить к проводам от штатных поворотников. Такие поворотники бывают разных цветов. Самые популярные цвета это белые, оранжевые, красные, синие и даже зеленые. При необходимости можно также повесить выключатель и включатель зеркальных поворотников на торпеду или на дверь. На СТО за пару часов вам это все поставят. Ну или если есть желание, можно попробовать самому покрутить гайки. Глубиномер для измерения высоты протектора шин и тормозных колодок. Также может при необходимости применяться и в быту. На глубиномере стоит защитный язычок, чтобы не садить батарею. После снятия язычка можно использовать глубиномер. Проверка глубины протектора шин точная. Максимальное измерение глубины шин до 25,4 мм. Работа прибора довольно простая. А основание глубиномера ставится на протектор, а щуп выдвигается в углубление протектора. На дисплее появится глубина в миллиметрах до сотых. Такая атомная точность возможно и не нужна, но лишней не будет. Для калибровки прибора достаточно установить прибор на ровную поверхность и дожать щуп до упора. После этого нажать кнопку обнуления. Сетчатая подушка упор с массажером. Обеспечивает поддержку поясничного отдела позвоночника при вождении автомобиля. Благодаря эргономичному дизайну подушка повторяет изгибы тела, создавая максимальную площадь опоры для поясницы, что способствует поддержанию правильной осанки и снимает усталость мышц. Спинка с массажером рекомендуется тем, кто большую часть дня проводит сидя, водителям или офисным работникам. Устройство универсальное в использовании. Легко крепится к сидению автомобиля или спинке стула при помощи эластичного регулируемого ремешка. Ну и конечно автомобилю нужен уход. И для этого будет незаменим автомобильный пылесос. 120 ватный автомобильный пылесос сделает ваш автомобиль чистым за считанные секунды. Благодаря различным насадкам он может легко всасывать любую грязь и мусор из любых даже труднодоступных мест. Таких как крошки от печенья, волосы, сигареты, пепел и окурки. Он также способен очистить поверхность от жидкости, например пролитого чая или кофе. Фильтр которым он оснащен уменьшает вторичное загрязнение. Работает непосредственно от автомобильного прикуривателя. Длина рабочего кабеля составляет 5 метров. Система подогрева сидений. Комплект рассчитан на два сидения. Состоит он из нагревательных элементов, сделанных на основе углеродного волокна устойчивого к механическим нагрузкам. Оно легко сжимается и растягивается. Этот материал мягок и эластичен. Стой к воздействию влаги и низких температур. Имеет равномерный и плавный прогрев. Благодаря уникальности нагревательных элементов и системе контроля нагрева, не происходит короткого замыкания и очень сильного нагрева только одного небольшого участка. Устанавливается естественно под обвеку сидения. Регулируется эта система с помощью компактного переключателя, который имеет 5 режимов нагрева. Дальше пластиковые цепи или ремни, или просто накладки. В общем, как точно это назвать, я не знаю. Короче, они надеваются на шины для езды по оскользкой дороге. Ну и не только. Материал этой цепи термопластичный полиуретан. Он выдерживает низкую температуру до минус 50 градусов по Цельсию. На пластике имеются металлические шипы. Крепится все это с помощью ремней с самозатяжкой. То есть установить их на колесо не составит большого труда. На одно колесо устанавливается 3 таких накладки. А комплект состоит из 6 штук. То есть на 2 колеса. Набор для замены колес. Который состоит из электрогидравлического донкрата и ударного гайковерта. И еще донкрат оснащен компрессором для накачки колес. Получается набор 3 в 1. Также в комплект входят торцевые головки, адаптер с крокодилами и воздушный шланг. И все это в пластиковом кейсе. Подключить все инструменты можно от прикуривателя или от аккумулятора. Насос для перекачки масла. Он предназначен для перекачивания масла из двигателя для дальнейшей замены. Плюс его в том, что не нужно снимать защиту и лазить под машиной с ведром или банками. Пользоваться им довольно просто. Вынимаете щуп, вставляете туда один шланг подключенный к насосу. А второй шланг подключенный с другой стороны насоса. Вставляете в емкость куда нужно слить масло. Насос также подходит для перекачки дизельного топлива. Но не подходит для бензина, так как он легковоспламеняющийся. Также нельзя перекачивать воду без маски насоса. Приспособление, которое не позволит вам уснуть за рулем. Антисон. Одной из причин автомобильных аварий является засыпание водителя за рулем. Кто вводит машину и был в длительных поездках, знает как сложно контролировать себя и не уснуть. А этот прибор будет вас контролировать. В принципе его действие очень прост. Прибор надевается на правое ухо и при наклоне головы на 15-25 градусов он срабатывает и издает звуковой сигнал, тем самым не давая вам уснуть. Автомобильный коммуникатор. Как бывает сложно выразить все эмоции, которые вы испытываете на дороге к другим водителям. Банальное мигание аварийкой в благодарность уходит в прошлое. Теперь вы можете выразить недовольство или благодарность, нажав всего одну клавишу автомобильного коммуникатора. С помощью дистанционного беспроводного пульта управления, который устанавливается на торпеду, и экрана, который крепится присоской на заднее стекло, вы можете легко показать едущему позади вас водителю все, что вы о нем думаете. Если вас кто-то подрезал или наоборот уступил дорогу, вы можете быстро ответить коллеге-водителю. Требуется только нажать кнопку прибора, и на стекле появится изображение ваших эмоций. Рамка с камерой. Камера в рамке номерного знака незаметна и подходит для любой модели автомобиля, для которых не предусмотрены штатные камеры. Монтаж камеры не требует дополнительной врезки в бампер или кузов вашего автомобиля. Благодаря тому, что она встроена в рамку номерного знака, остается лишь подключить питание и вывести разъем видеовыхода на любое устройство, которое способно отображать видеоинформацию. Широкий угол обзора 170 градусов позволяет контролировать практически все пространство в непосредственной близости от заднего бампера автомобиля. Благодаря выполнению камеры в герметичном корпусе, вы можете использовать ее при любых погодных условиях. Есть возможность регулировки и фиксации положения камеры. Единственное, чего не хватает, это подсветки номера, и поэтому я оставил ссылку на такую же рамку, но еще и с подсветкой. Подушки в форме колес автомобиля. Такие оригинальные подушки могут хорошо украсить ваш автомобиль. Ну и конечно их можно приобрести для дома, тоже будет классно смотреться. Подушка имеет реалистичный рисунок дисков и шин по всей окружности. Если не присматриваться, можно даже подумать, что это реальные колеса. Материал наволочки полиэстер и хлопок, закрывается на молнию. Размер подушки 40 сантиметров в диаметре. Рисунки шин и дисков на подушках есть разные. Сенсорная ручка коробки переключения передач. Внешне она очень напоминает самую обычную ручку, вот только она оснащена подсветкой и сенсорной поверхностью. И при прикосновении к ней она загорается приятным красочным светом, который гаснет через 30 секунд. Цвет подсветки можно выбрать при заказе. Есть вариант со всеми цветами, который меняется периодично, как вы видите сейчас. Также есть вариант, где подсвечивается только контур сенсорной области. Работает отстроенная аккумуляторная батарея, которая заряжается через USB кабель. USB кабель и адаптер для прикуривателя идет в комплекте. Освежитель воздуха. Этот освежитель и ароматизатор имеет необычную форму, а именно форму винта. Работает он следующим образом. В комплекте с освежителем идут ароматизированные таблетки. Одну такую таблетку нужно вставить в освежитель. Потом прикрепить на решетку воздуховода и включить вентиляцию. Из-за потока воздуха винт раскручивается, тем самым рассеивая аромат по салону авто. Я честно говоря не знаю на сколько там влияет винт, но выглядит это однозначно прикольно. Такие освежители есть разных цветовых вариантов. Универсальная сенсорная панель переключателей. Устройство устанавливается на авто для управления устройствами и приборами. Также можно использовать и на других транспортах. На самой панели расположены 6 кнопок с светодиодной подсветкой. Кнопки сенсорные. Изначально они без опознавательных знаков и надписей. Их можно наклеить самому, исходя из того, для чего они будут вам служить. Наклейки для кнопок идут в комплекте. Что касается подключения, то тут немного сложновато. И лучше обратиться к специалисту. Но если вы сами готовы разобраться, то инструкция прилагается. Адаптер двойник для прикуривателя. Это приспособление позволит подключить больше приборов и устройств через прикуриватель. Он имеет 2 гнезда прикуривателя и 2 USB порта для зарадки гаджетов. Также на устройстве есть небольшой дисплей, на котором отображается напряжение в гнезде прикуривателя. И еще одна особенность это его возможность регулировать наклон для более удобного использования. Устройство громкой связи в автомобиль, которое позволит водителю комфортно принимать и осуществлять телефонные звонки во время езды. Поддерживает два мобильных телефона одновременно, например личный и рабочий. С помощью кнопок вы можете принимать, завершать вызовы, регулировать громкость, соединять с последним номером. Встроенная система DSP уменьшает шумы и звуки из окружающей среды во время разговора. Так что вы будете слышать собеседника хорошо, как и он у вас. Устройство можно прикрепить с помощью магнита клипси на солнцезащитный козырек, что обеспечивает наилучшее качество звонка. Автомагнитола. Это бюджетная магнитола, одна из лучших в своей ценовой категории. Встроенные разъемы для USB и SD накопители позволяют воспроизводить музыкальные композиции с носителей емкостью до 32 ГБ. Можно настраивать звучание под себя с помощью предустановленного, а также настраиваемого ручной эквалайзера. Четыре выхода для динамиков и линейный выход для подключения усилителя или сабвуфера добавят чистоты и насыщенности звучания внутри вашего автомобиля. Соединяется с телефоном, планшетом, компьютером и другими устройствами, которые оснащены протоколом беспроводной связи Bluetooth. Неоновые автоэквалайзеры на заднее стекло автомобиля. Это новое слово в автотюнинге. Устройство представляет собой тонкую пленку, на которой нанесен динамический рисунок, способный изменяться в такт музыки. Анализ музыки в салоне авто производится удобным внешним датчиком звука, не требующим прямого подключения к магнитоле. Питание от бортовой сети 12 Вольт. В комплекте идет штекер для прикуривателя. Пользоваться им не обязательно, так как порой удобнее напрямую подключиться к проводке. Автоэквалайзеры клеят не только на авто, но иногда даже просто на стенку в гараже. В общем применений много, да и размеры и расцветки есть разные. Бортовой компьютер. Подходит для стандартного протокола OBD2 и совместим как с бензиновыми, так и с дизельными двигателями автомобилей. Особенно будет полезен тем, у кого в автомобиле нет датчика температуры, тахометра и счетчика расхода топлива. Ну в общем в нем есть тахометр, термометр, также показывает напряжение бортовой сети, расход топлива, считывает ошибки, предупреждает о превышении скорости звуковым сигналом и есть режим диагностики и обработки данных. Противотуманный лазер. Это удобная и надежная противотуманка, существенно повышающая безопасность дорожного движения благодаря наличию специальной красной граничной полоски. Она отображает яркую красную полосу на асфальте в сухую погоду и создает отчетливо видимый треугольник в дождь или туман. Лазер не только сигнализирует о торможении водителю задней машины, но и указывает безопасную дистанцию, на которой ему следует держаться. Лазерный противотуманный сигнал можно установить на любой автомобиль. Устанавливать можно за задним стеклом, под номерным знаком, на бампере или под ним. Питается непосредственно от проводки машины, подключается к задней фаре. Защитная резинка на двери автомобиля. Она клеится по краю боковой и нижней части двери. Для этого в внутренней части резинки есть липкий слой. Она предотвращает двери от случайных механических повреждений, например при открывании дверь вблизи другого автомобиля или у стены или забора. Также можно использовать, чтобы спрятать уже имеющиеся царапины и другие повреждения. Длина ленты 7,5 метра. Подушка на подлокотник. Послужит удобной опорой для руки во время управления транспортным средством. Универсальный размер позволит установить ее между передними сидениями любого автомобиля. Подушка легко устанавливается и снимается благодаря эластичной резинке на штатный подлокотник. Материал вверха качественный кожзам. Наполнитель поролон. В нижней части две резинки для крепления. Ширина подушки 21 см, длина 28 см, толщина 5,5 см. Обложка под автодокументы. Выполнена из кожзама в черном цвете. И также есть женский вариант в розовом. На уголках есть металлические вставки, чтобы не помялось. Внутри есть прорезные карманы для банковских карт и визиток. А также съемный блок из прозрачных файлов. Благодаря чему документы всегда будут приводители и не потеряются. Прозрачные файлы сохраняют в полном порядке права, свидетельство о регистрации, страховку и прочие документы необходимые автовладельцу. Размер обложки 14 на 10 см. Накладки на педали из нержавеющей стали с противоскользящими вставками. Комплект состоит из трех накладок для педали газа, тормоза и соответственно сцепления. Установка очень простая и не вызывает особых проблем. Смотрится классно, сидят как родные. Толщина металла, накладок отличная. Ну и конечно я оставил ссылки на накладки для других марок авто. Скребок с подогревом. Любой автовладелец знает, что такое налипание снега на лобовое стекло в зимний период года. Незаменимым орудием для его очистки послужит скребок для автомобиля с подогревом. Это электрический прибор, который можно подключить к прикуривателю автомобиля. Благодаря правильно рассчитанному температурному режиму, им невозможно повредить лобовое стекло машины. Нагревается прибор достаточно быстро, что позволяет произвести очистку за считанные минуты. А наличие специально прорезинной насадки предусматривает быстрое удаление любой жидкости с поверхности стекла. Гибкий электронагреватель боковых зеркал заднего вида. Представляет собой гибкую прозрачную полиэферную пленку с нанесенной на ней тонкой токоведущей дорожкой. К выводным площадкам прикреплены провода питания. Установка достаточно простая. Корпус зеркала нужно разобрать. Пленка клеится на заднюю сторону зеркала. Подключается питание и все зеркало у вас с подогревом. В комплекте идет выключатель. Обогреватель лобового стекла. Прибор обеспечит обогрев как стекол, так и непосредственно салона. Вентилятор может использоваться для отопления и охлаждения. Для этого достаточно просто отключить функцию подогрева, после чего можно наслаждаться прохладой. Прибор оснащается удобной ручкой. Это позволит перемещать обогреватель и направлять вентилятор на нужные точки. Обогреватель оснащается автоматической защитой от перегрева. Поэтому его можно использовать всесезонно. Он оснащается двумя уровнями сопел и обладает несколькими уровнями наклона. Сопла находятся сбоку и сверху. Благодаря этому можно быстро обогреть стекла и салон. Его можно зафиксировать на торпеде посредством липкого основания. Накидка с подогревом. Она надежно фиксируется на кресле при помощи специальных крючков, чтобы предотвратить соскальзывание. Для безопасности в дороге и удобства в использовании шнур имеет защиту. А штекер снабжен индикатором сети, который загорается и сигнализирует о подключении. Работает устройство от автомобильного прикуривателя. Эндоскоп автомобильный. Он способен проникнуть внутрь конструктивных элементов автомобильных механизмов, определить их состояние и установить причину неисправности, что нельзя сделать при простом внешнем визуальном осмотре. Информация не только отображается на дисплее самого устройства, но также может быть зафиксирована в видео и фотофайлах. А снятые материалы можно в дальнейшем изучать на компьютере или телевизоре. Для переноса и просмотра снятой информации лучшим решением будет приобретение дополнительной карты памяти microSD. Подсвечиваемая головка зонда диаметром 5,5 мм позволяет с великолепной подробностью рассматривать предметы на расстоянии от 1 до 30 см и проникать в узкие свечные колодцы. Контроль текущей обстановки в исследованной зоне производится по цветному 3,5 дюймовому дисплею. Питание осуществляется от встроенного аккумулятора. Термокружка шины. Эта кружка имеет необычный вид. Она выполнена в виде 4 автомобильных шин, сложенных друг на друга. А пятая шина является крышкой. Именно то, что нужно настоящему автолюбителю. В общем, эта кружка позволяет сохранять температуру напитка до нескольких часов, в зависимости от температуры окружающего воздуха. Также имеет удобную герметичную крышку, препятствующую проливанию даже на лежачих полицейских. А диаметр в 8 см позволит ставить кружку в стандартный подстаканник. Кроме того, кружка очень прочная и не разобьется при падении. Объем 300 мл. Гибкие светодиодные трубки. В мягком корпусе и с желтыми и белыми светодиодами. А точнее есть чисто с белыми светодиодами и с белыми и желтыми. Они представляют собой цепь светодиодов в силиконовой оболочке. Трубки быстро и легко устанавливаются в фары автомобиля для подсветки и индикации поворота. Вся прелесть в том, что эти ходовые огни светятся на 360 градусов вокруг себя и изгибаются в любом положении под любым углом. Идеальный аксессуар для тех, кто хочет сделать тюнинг фар. Благодаря силиконовой основе этих ДХО и невероятной изгибаемости, на стекле фары можно сделать какие угодно фигуры. В комплекте две трубки длиной по 60 см. Видеорегистратор от компании Xiaomi. О классе видеорегистратора можно судить по качеству ночного видео. Картинка бюджетных устройств нередко загрязняется бликами фар, цветами витрин, шумом света фонарей и т.д. Данный видеорегистратор оснащен шестилинзовым объективом высокого разрешения и высокочувствительной матрицей Optino AR-0230 известного американского производителя. Видео сделано на его камеры, поражает качеством и детализацией независимо от условий съемки. Немаловажно и то, что в кадр попадает до 165 градусов панорамы, что соответствует ширине шести стандартных полос для транспортных средств. Новый двухъядерный процессор и передовая технология сжатия позволяют записывать видео стандартно в Super HD и улучшенное до 60 кадров в секунду в Full HD. Также он обладает уникальной возможностью анализировать дорожную обстановку, чтобы вовремя предупреждать водителя об угрожающей опасности. Данный регистратор существует только с китайским и английским языком в меню, но это не важно, так как все меню состоит из иконок, так что интуитивно можно разобраться за 5 минут. Защитный молдинг на бампер. Это резиновые накладки, которые клеятся с помощью двустороннего скотча на боковые части бампера для его защиты от случайных механических повреждений, ударов, вмятиней или царапин. Накладки имеют простой и обычный вид, за счет чего будут хорошо смотреться на большинстве автомобилей. Цвет есть белый, черный и под углеродное волокно. Но я думаю вам не надо рассказывать, что при поклейке накладок поверхность должна быть чистой и обезжиренной. Автосканер для диагностики автомобилей, как с помощью компьютера, так и большинства современных мобильных устройств. Сканер поддерживает все известные протоколы семейства OBD2, что означает совместимость с подавляющим большинством автомобилей. Подключается прибор через OBD разъем, затем производится соединение с вашим гаджетом через Wi-Fi. В общем, при помощи этого сканера можно читать диагностические коды ошибок, как стандартные, так и специальные коды производителя, а также отображать их значения и производить очистку ошибок. Также он отображает значения различных датчиков, включая обороты двигателя, нагрузку двигателя, температуру охлаждающей жидкости, состояние топливной системы, расход топлива, абсолютное давление воздуха, опережение зажигания, температура всасываемого воздуха, положение дроссельной заслонки, ну и многое другое. Jump Starter – это пусковое зарядное устройство для автомобиля, которое позволяет завести двигатель, когда разродился ваш аккумулятор. Для этого просто соедините щипцы с клеммами разряженного аккумулятора и через минуту можете заводить свой автомобиль. Пусковой ток до 600 А позволяет завести двигатель автомобиля даже в сильный мороз или вовсе при отсутствии аккумулятора. Также этот Powerbank, если можно его так назвать, поддерживает зарядку любых мобильных устройств и ноутбуков. На торцевой панели есть световой индикатор, который показывает уровень заряда аккумулятора, что позволяет поддерживать его в рабочем состоянии, не дожидаясь пока полностью разрядится. Есть мощный фонарик и сигнал SOS. Емкость 12000 мАч. Синяя глина. Она предназначена для удаления осевших на поверхности кузова автомобиля, металлических частиц, железнодорожная, тормозная и производственная пыль. И неметаллических, древесная смола и сок, птичий помет, остатки насекомых, дорожный биток. А также для подготовки поверхности к полировке или нанесению защитных покрытий. Для ее использования нужно предварительно вымытую поверхность, смочить небольшим количеством раствора воды, например, сфери или шампунем, размять глину, сделать из нее подобие лепешки размером с ладонь и обрабатывать поверхность продольными движениями, прижимая ее ладонью. Вы сами почувствуете, как глина натыкается на грязь, как бы притормаживает. Очищайте до тех пор, пока скольжение не будет равномерным, без торможений. На глаз разница не сильно заметна, но это еще зависит от цвета машины и от освещения. А вот на ощупь разница довольно-таки ощутима. Насадка на глушитель с подсветкой. Одна предназначена для украшения вашего авто и придания ему оригинального вида. Глушитель оснащен подсветкой синего или красного цвета. Ну и в общем, после установки насадки, выходящие из нее выхлопные газы будут подсвечены соответствующим цветом, что выглядит очень круто. Питание осуществляется от цепи габритных огней. Ну или можно запитать от датчика положения дроссельной заслонки или от тахометра, чтобы яркость зависела от нажатия на педаль газа. В общем, тут уже ваше дело. Сама установка совсем не сложная. Изготовлен глушитель из нержавеющей стали. А для тех, у кого стандартное штатное гнездо для магнитолы, но хочется проигрыватель с экраном, то категорически рекомендую вот такой проигрыватель с выдвижным экраном. Размер магнитолы подойдет практически к любой модели автомобиля. На 7-ми дюймовом сенсорном дисплее удобно просматривать видео, пользоваться навигатором и смотреть изображение с камеры заднего вида, если она имеется. магнитола работает на Android, что позволяет использовать множество полезных приложений для навигации и не только. Имеет два слота для microSD карточек и три разъема USB, через которые можно подключить модем и обеспечить постоянный доступ к интернету. Ну, в общем, в основном функционал стандартный, как в большинстве проигрывателей. А на этом у меня все. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вы впервые на моем канале, то зайдите в раздел плейлисты. Там вы увидите другие категории товаров. Там еще есть инструменты, рыбалка, кемпинг, велотовары и многое другое. И когда будете подписываться на канал, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе о новых видео. Желаю вам хорошего настроения. Пока!